Тверяне привет! Никогда бы не подумала, что буду это делать, но сегодня я записываю обзор на средства по уходу за домом. И тут раса сидит Света. Волшебный монтажный эффект. Света у нас с эфира пришла с утреннего. Во сколько ты сегодня встала? В 4.40. В 4.40 состоит. А эфир у вас в 7 утра, да? В 7 утра, да. В 7.02 у нас первый выход в эфир. Кто не знает, у Светы двое детей. Хотя по Свете не скажешь. Есть такое. Есть такое мнение, что современные мамы, они прямо такие на расслабоне, да? То есть стиральные машины за них стирают, утюги утюжат, значит, плиты готовят, а ты сидишь вот всем этим управляешь. Как ты чувствуешь вот эту вот легкость? Ну как сказать? Нет, это, мне кажется, зависит от зоны ответственности каждой матери. То есть у меня есть определенные обязанности, я должна с ними справляться. Несмотря на то, что устала я, работы у меня еще что-то, я в первую очередь мама. Упрощают, конечно, технические оснащения всю жизнь матери, но не настолько, чтобы я в потолок плевала. Вот эти штуки, которые у нас с тобой стоят на столе, по идее, должны упростить твою жизнь. Так, как я их ждала. Да. Так. Вот этот, как ты думаешь, что такое? Я думала, это сухие салфетки для рук. Мне вот из всего что? Так, а что? Это пыль вытирать? Тряпочки? Да, и да ладно. Попробую ее растянуть. Она еще и многоразовая. Да, она многоразовая. Серьезная? Серьезная, да. Но она прикольная, вот она мне понравилась. У меня такие салфеточки стоят на кухне просто, чтобы там испачкался, подсереть там что-то быстрее, быстрее. Все это мы взяли в магазине, который называется «Лотос». Он находится в южной части города, рядом с центральным отделением почты. Там еще магазин «Райский чай». Это, наверное, единственное место, где продается продукция из Японии, Кореи. Ее там вообще реально очень-очень много. 600 Дэн. Смотрите, какие они теплые. Когда зима в радость. Вот это вот про нас. Это туалетная бумага в основе целлюлоза. Самая настоящая. Она на ощупь вообще другая. Салфетки кашемирные. Они реально такие нежные-нежные. Сама коробочка выглядит очень даже симпатично. Это кондиционеры для стирки белья. Мой розочкой пахнет. Очень вкусно. Порошок для сушки. Белья в помещениях. Много здесь есть шампуней, которых нет в других магазинах. Можно взять на пробу. Пенищийся спрей для туалета. Средства для мытья посуды. И не просто средства для мытья посуды. Они еще и используются для мытья овощей и фруктов. Они еще и по дизайну все такие симпатичные. Средства для мытья посуды с ароматом. Ну, японцы-то они любят все такое интересное, эстетичное. Захочется на кухне делать уборку с такими пузырьками. Средства для ванны. От плесени с ароматом трав. Тут у нас средства по ходу за автомобилем. Очиститель интерьера. Салфетки для кузова устранения царапин. Вот это полезная штука. Очиститель дисков. Антидождь. Покрытие для кузова. Жидкое стекло. Вот это интересно. Поглотитель неприятных запахов и влаги. Это для обуви. Есть даже жидкий дезодорант для мусорных корзин. Вообще даже не предполагала, что такое бывает. Это японцы, да? На все случаи жизни у них есть, наверное, освежители воздуха и поглотители всяких запахов. Крем для лица пузырьковый с пептидами. Когда ты этот крем на лицо наносишь, образуется пена из воздушных пузырьков. Крем для лица, капсулы. Уже отмерили дозировку за нас. Миниатюры. Мне, например, скучно постоянно пользоваться одним и тем же кремом. А вот с такими штуками можно каждый раз что-то новенькое себе позволять. Сыворотка для губ увеличивающая. Ну вот мы и дошли до сладенького. Гель для ванны. Чувствительный лотос. Превращает воду в ванне в шикарное желе. Спрей для тела и волос. В том числе входят в состав этого спрея феромоны. Интересно, что на теле у каждого человека, на коже, да, он раскрывается по-разному. Вот если я на тебя его побрызгаю, то он тебе по-другому раскроется. Мягкая щетка для чистки языка с гибкой ручкой. Наверняка не у каждого есть такая щетка. А надо бы, а надо бы. Зубной гель для чистки межзубного пространства. Всякая гадость-то в основном между зубами скапливается. Премиальный дезодорант, антипоспирант роликовый, ионный. Проникает в поры и блокирует выделение жидкости непосредственно в потовой железе. Быстро сохнущий ионный дезодорант гель для ног. Ну это тоже, по-моему, что-то такое эксклюзивное, чего больше нет в новой Мурингуе. Ты выводишь или выбрасываешь? Конечно, выбрасываю. Короче, это как экспресс-пятновыводитель для быстрого введения свежих пятен. Можно приложить, побрызгать, и все пройдет вроде как. Ну давай пробовать. Я возьму лучше свою, потому что не хочу портить твою. А так они, наоборот, уже испорчены. Мы не носим их, потому что здесь вот-вот все. А, да? Будем пачкать детские футболки тональным кремом. Такое пятно, которое вообще не видно, вот оно. Да потому что там уже просто пыталась отстирать, пыталась. А чем ты его пыталась отстирать? Ну мне посоветовали прийти, сначала засыпать солью, а потом это все кипятком полить, и оно так рассосется. Оно расплылось. Там какая-то система перевода пятен на салфетки, в общем. Берешь салфетку, кладешь его. Вот, значит, это пятно. Вот, пятно. Да, вот так. Ну как я поняла, да, вот так вот. Да. Сейчас мы за нем где-нибудь. Теперь открываем штучку. Да, открываем штучку. И капаем. Капаем. Вот прям капай-капай туда. Прям на пятнышко, да? Вот так капаю каждую. Капай-капай-капай. Нет, действительно же часто бывает. Вот так сидишь где-то в гостях, раз, ляп, ну что делать, что делать, там эта новая блузка. Действительно подошел просто, ну с собой в гости взял и брызгал. Едва-едва заметно, но вот я не знаю, увидит вот камера вот это или не увидит. Пятно, оно как бы переводится на бумажку, на вот эту салфетку. Вообще с белыми вещами, конечно, в принципе, надо быть осторожнее. Мне кажется, с белых вещей вывести что-то вот так оперативно очень сложно. Сложно, да. Это специализированная уже вещь, такая более ядреная, как я понимаю, тут нарисованы штанишки и носочки грязные. Часто наблюдаю именно такие штанишки, вот именно с таким носочком. Существуют, конечно, вещи, которые дорогие, хорошие, и за них я готова побороться. Потому что дочка очень просила у меня с худи, я стараюсь не покупать шибко дорогие вещи детям, потому что они быстро вырастают. Но эту прям просили очень. Неделя, и там таких два жирных пятна конкретных. Ну, боль моя, мне кажется, поймет каждый май. Оно классное, да, я бы сама носила, и мне поэтому жалко. Где пятна? Смотри. А, ну вот, вот. И вот, большой. Постаралась, да? Да, молодец, доченька. Ну, вообще, вот эта штука как раз-таки для объевшихся и стойких загрязнений. А еще для очистки подошвы обуви. Вот на обуви я ее тестила прям идеально. Мы, в общем, ее заливаем, и я ее оставляю у тебя. Да, ты оставишь, а потом посмотрим. Отлично, давай. Мне нравится. Кто-то хочет постарать за меня мои вещи. Мне нравится. Да, а давай сама наноси, и что это теперь? Давай я поэксперим. Давай же, мать не надо, она сама, да, польется. Ну, вот пробуй сама, не бойся, там, должно быть все нормально, по идее. А, ну, нужно немножко надавить. Так, прям не жалей. Вот оно, оно даже, вот оно, смотрите, появилось пятнышко. Вот. Я просто налила, и оно сразу... Да. Волшебство. Ну, если японцы с этим не справятся, то все. Пятновыводитель для трудных загрязнений, в том числе носков и обуви. Носков и обуви. Кто-то вы будете пяться с носков. Погодите. Я прям, ты знаешь, есть, есть такие прям, ну, как это, я говорю, здесь зона ответственности у каждого разного. Зачем я буду покупать? Теперь точно спасем ситуацию. Ну, если уж сейчас это пятно не выведем. Я видела, как лучше. Опа, стой, ловлю. Жжет руки. Нет. Это не жжет. Мы верим. Ладно, я сейчас возьму худи, если ты мне позволишь его у себя оставить. Конечно, я тебе могу еще два пакета. Есть и такие худи. Это пятна роршива, кстати. Посмотрите, вот, психологический тест. Как вам кажется, что это такое? Мне кажется, это Света. В конце рабочего дня, когда у нее на плите убегает суп, уроки не сделаны, а младший просит с ним поиграть. Спасибо, Света. Все, что пришла, помогла потестить продукцию. Ну, я надеюсь, мы еще верим вот в это средство, и я думаю, что... Что оно поможет. Да, что оно поможет. Очень жалко, худи-то хорошее. Среднестатистическая новорингуйская кухня. Плита, подоконник, газовая труба, вытяжка, конечно. Жир, жир, капельки жира. Вот они, наши японские помощники. Ты не отсюда, ты не из этой истории, ты для туалета. Спрей чистящий содовый для кухни. Чистящий порошок. Традиционный, традиционная такая японская девушка. Спрей-очиститель на основе челочной воды. Пеноспрей для мытья стекол и зеркал. И вот такая штука. Ничем не пахнет сероватое такое что-то. Сначала мне показалось, что это не очень-то удобно и эстетично. Вот эти вот бортики. Но потом я подумала, ведь и пульс, это не дураки. Если бы этих бортиков не было, на баночке порошок рассыпался бы куда угодно. Хотя вроде как этим порошком можно очистить ловыми руками. Начнем с простого. Ох, реально хорошая пена, не обманули. На глазах оттирает, все нормально. Очень хорошая штука. Хотя загрязнения здесь застарелые. Дайте нам пены. Есть же обычные полотенца, которыми можно пользоваться. Эти-то зачем? Ну да, только обычные полотенца нужно стирать постоянно. А эти полотенца стирать не надо. Я даже перчатки сниму ради такого случая. Похожие на полотенца. Оторвем одну. Прочненькая. Не жалея полотенца протираем плиту до скрипа, до чистоты. Ого, божечки мои. Так, 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 так. Где у нас вот такой красивый флакончик бейкинг-сода каньо? Это не тот, который каньо, который канье. Вот эта штука, она тоже универсальная. Ее можно использовать для самых разных загрязнений. Начиная от кухни, заканчивая лотками питомцев домашних. Наносим щедро. Вот такой вот смайлик радостно нам улыбается. Универсальный спрей-очиститель на основе щелочной воды. Все очень просто. Изнутри, наверное, нужно его еще хорошенько обработать. Короче, если вы хотите отмыть застарелые загрязнения, лучше использовать вот эту вот тетечку. Все жировые загрязнения, весь застарелый накопившийся жир, он исчезает на глазах буквально. На этом месте нужно сделать паузу и добавить кое-что очень важное про японскую бытовую химию. От химии в ней одно название. Японцы давно не используют агрессивную синтетику. Не поверите, но в этих баночках сода, лимонная кислота и даже горчица, естественно, в определенных пропорциях, специально переработанные. Так что эта натуралка справляется с любыми загрязнениями. Нет искусственных отдушек, а сами эти спреи, гели и порошки им приятно пахнут травками. Я спокойно работала без перчаток и вообще ничего не почувствовала. Хотя я аллергик. Тряпочка остается тряпочкой? Пена-спрей мгновенно удаляет стойкие въевшиеся загрязнения, следы пальцев, пыль, сальный и табачный налет со стекол со свежающим ароматом лимона. Самая сложная осталась вот эта вот штука. Вытяжка ругается, почему ее так долго не мыли. Так, сверху мы закончили. Ух, надо сделать перерыв. Лично мне порошок этот очень понравился, я его буду покупать, особенно учитывая, что стоит он всего лишь 230 рублей. Вот этот спрей, мне кажется, больше подходит для ежедневной уборки. Его главный плюс – это безопасность. Он реально ничем не пахнет, он никоим образом не раздражает органы дыхания. Он себя прекрасно проявил при чистке вытяжки. Но имейте в виду, что это средство на основе щелочной воды. И у него есть не то чтобы запах, но ты его чувствуешь, когда убираешься. Пена-спрей для мытья стекол и зеркал. Действительно, разводов не оставляет, пахнет хорошо, органы дыхания не раздражают. Салфетки. Вообще, скажу, я скептически к ним относилась, потому что не видела разницы между этими салфетками и обычными салфетками, которые продаются в магазине. Но это реально даже не салфетки. Это действительно полотенца, как утверждает производитель. Полотенца, которых хватает на целый день. Вот так выглядит использованное полотенце. Японцы молодцы. Ну вот это средство мне больше понравилось. Белизна появилась. Конечно, пользовалась бы. Как вы думаете, что это такое? Ваши варианты. Подсказка. Это тоже продается в магазине «Лотос». Но это не средство по уходу за домом. Смотрите, смотрите. Вот это да. Это гель-пена для душа с аминокислотами и ароматом сахарной ваты. Представляете? Это мечта просто всех детей, наверное. Никотинамид. Форма витамина В3. Он увеличивает синтез керамидов и свободных жирных кислот в поверхностном слое кожи. Короче, это полезная штука. Запах не химозный. Он едва уловимый. Это вы уже поняли, что такое. Это свежитель воздуха. Но непростой освежитель воздуха. Освежитель воздуха, который ничем не пахнет. Вот вы скажете, зачем мне освежитель воздуха, который ничем не пахнет? А я вам скажу, зачем. Для того, чтобы создать дома или в офисе атмосферу чистоты. В состав этого освежителя входит только вода и кислород. Кому не нравятся вот эти ядреные запахи кофе, яблочек и прочее-прочее, вот такой освежитель. И все. И все будет хорошо. Есть еще кое-что. Вот вы сейчас смотрите и думаете, зачем она мне вообще нужна. Это помпа для взбивания косметических средств. Даже кремушек можно ее взбивать для того, чтобы насытить продукт кислородом, чтобы он приобрел такую структуру пены. Вроде как взбиваться он должен все-таки с водой, скорее всего. Очень много пены. Она прямо-таки пытается выбежать из стаканчика, убежать. Смотрите, какая пена получилась. Пользоваться таким продуктом гораздо комфортнее, ну и эффективнее, чем обычным шампунем. Расход косметических средств снижается, и это один из главных таких плюсов. Я должна чем-то закончить. Я должна что-то сказать, к чему-то вас призвать. Или наоборот, ни к чему не призвать. Вот призывать я вас не буду ни к чему. Покупать или не покупать это решать вам. Мы лишь попытались сократить ваши расходы, потому что пока не потестишь ты продукцию, да, не узнаешь, насколько она качественная. А тестить-то сейчас слишком дорого выходит. Вот мы, считай, за вас сделали всю грязную работу. Хватит на сегодня обзоров, я думаю. Смотрите СИТВ, смотрите YouTube-канал Сигмы. До свидания.